всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео я пожалуй продолжу и уже закончу одновременно эксплуатировать свой флакон шанель номер пять и расскажу вам об искусстве парфюмерного флакона да да если у вас есть парфюм или экстракт духов да вот ароматов от таких домов как шанель герлен и жан пату то вы наверное сталкивались с тем что флакон создан очень-очень интересным образом что полностью затычку отсюда вытащить невозможно и что существует вот такая перевязочка здесь которая не не позволит вам до конца вот эту затычку гвоздик вытащить так вот естественно такой способ закручивание завинчивание закрывать и закрытие флакона присутствует далеко не у каждого дома как я уже сказала как минимум вот у этих трех домов такая есть технология давайте так эта технология называется бодрюшаж бодрюшаж что же делают если поближе рассмотреть я сейчас открою покажу там можно увидеть вокруг горлышко мембрану так вот процесс таков что горлышко затягивается этой мембраной потом при помощи шелковой черной нити производится перевязывание самой затычки с этим горлышком и впоследствии запечатывается восковой такой печатью таким образом этот аромат держится закрытым и не испаряется технология это достаточно дорогая потому что вернее как она старая с одной стороны она полностью ручная и потому она дорогая и это скажем так эта технология это умение и навык она держится в секрете потому что есть энное количество артизанов которые умеют это делать и они нанимаются вот этими парфюмерными домами и они передают свой навык так скажем из небольшому количеству учеников что достаточно часто происходит с различными европейскими ремеслами да например ботега винета вот эти вот такие плетеные кожаные изделия итальянские знаменитые тоже этой техникой владеет буквально только пару человек в семье и никто больше то есть такое явление имеет место быть именно поэтому все эти вся эта продукция достаточно дорогая но вот этот бодрюшак очень-очень интересный я просто хотела вам о нем рассказать подумала что может быть это будет любопытно и вы никогда не задумывались почему так происходит и кстати говоря как открыть аромат когда вы только начали открывать свой флакон правильно вот я открыла его неправильно я признаюсь вам и это теперь я уже исследовал этот вопрос и знаю как нужно делать затычку гвоздик нужно раскачивать очень мел медленными планомерными движениями и впоследствии вытащить этот гвоздик так чтобы не разбить восковую печать потому что когда вы разбиваете восковую печать она постоянно будет у вас на руках оставлять такие черные пятна как у меня поэтому научитесь на моих ошибках и не делайте этого открывайте правильно в общем это достаточно интересный момент и кстати говоря когда я исследовал этот вопрос я знаю что периодически мастер дома шанель которая делает бодрюшаш она периодически приезжают в москву и дает мастер-классы поэтому если у вас будет возможность проследите за этим моментом не знаю в гуме или в сумме где-то там либо в каком-то бутике шанель в общем проследите за этим моментом сходите посмотрите потому что это какой-то очень такое знаете старое ремесло которое по-прежнему используется я думаю что вот именно этот бодрюшаш он добавляет значительно к стоимости парфюма да вот экстракта который вы приобретаете то есть это не только ингредиент это еще все вот эти уникальные ручные процессы напишите мне пожалуйста внизу знали ли вообще вы про такую концепцию как бодрюшаш или нет и если вы если у вас есть парфюм напишите мне правильно ли вы открыли его потому что я к сожалению неправильно его открыла в общем давайте пообщаемся на эту тему это очень любопытно это очень интересно и если вы знаете какие-то еще парфюмерные дома которые закрывают свои флаконы таким же бодрюшашем то дайте мне знать мне было бы очень любопытно почитать на эту тему кто же еще делает такие ароматы большое спасибо всем за просмотр комментируйте ставьте лайки если вы еще не подписаны на мой канал надеюсь вы сделаете то останетесь со мной продолжите смотреть мои видео конечно же не забудьте заглянуть на мой инстаграм большое спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео пока